Приветствую вас, дорогие мои! Вы на канале Жанна Фетисова. Сегодня будем с вами делать вот такой довольно несложный макияж с помощью теней от Maybelline 24 часа Color Tattoo в цвете On and On Bronze. Сегодня мне встречать гостей дома, и все-таки какой-то макияж у меня должен быть. Макияж этот неяркий, как вы видите. Я хочу сделать его для вас на камеру, заодно каким-то образом приспособлюсь к этим теням. Для меня они, в общем-то, новые, несмотря на то, что я уже их пробовала, но как-то не удалось мне с ними подружиться. Сейчас они в моем проекте «Косметическое месяце» остались, и поэтому я буду с ними экспериментировать. И параллельно мы с вами поговорим на тему, которую вы просили меня поднять, о женской дружбе и об общении с родственниками. Должна вам сказать, что на мне свитеры, они сейчас опять популярны очень, как и некоторое время назад, впрочем. Очень удобная для меня лично одежда, свободная. Если сверху надеть какой-то еще пиджак, будет вполне деловая одежда. Брошку можно убрать. Стилисты предлагают нам сейчас носить именно вот таким вот образом брошки на горловине свитера. Мне этот вариант очень-очень, кстати говоря, нравится. Я не люблю больше украшений, нежели одно, максимум два. И если я ношу брошку, то я уже, как вы видите, не использую сережки и не надеваю какие-то очень яркие кольца, только может быть вот одно. Кстати говоря, свитер из 100% натуральной шерсти, ужасно мягкий. И купила я его в Гленфельд, и вы будете снова удивлены в мужском отделе. Во-первых, там огромная распродажа, ну, понятно, по какой причине, в киберпонедельник, межсезонье и так далее. Зайдите в Гленфельд, если есть у вас эти магазины. Адрес сайта оставлю вам в описании к этому видео, вот здесь под кнопочкой. Еще. Действительно, более качественные вещи я сейчас вижу именно в мужском отделе. Не знаю почему, и продавцы тоже самое говорят о том, что в женском почему-то колючая какая-то шерсть, а в мужском вот такие вот мягенькие. Поэтому очень советую вам заходить иногда в мужские отделы и присматривать там для себя по самому, может быть, маленькому размеру. Одежду она неплохо очень даже сидит, вот как вы видите, совершенно мне хорошо, свободно, грудь не обтягивает, что не очень красиво в моем варианте с большой грудью, да? Давайте начнем наш разговор и приступим к макияжу. Для многих макияж это релакс. И я согласна, что макияж это релакс, именно поэтому я снимаю видео с макияжем, а не просто разговариваю. Мне нравится экспериментировать с цветами, нравится видеть какой-то результат. Пусть даже я не каждый день наношу этот макияж, но это доставляет мне огромное удовольствие. Сейчас я уже увлажнила кожу с помощью сыворотки Pre-Makiaj и под глаза нанесла крему Derma E. Начну наносить консилер, у меня от Skin Food, он в корректирующем оттенке, я вам его уже не раз показывала. Он такого лососевого цвета. В таких коробочках от Elf у меня это пудра корректирующая, очень хорошее зеркало, поэтому буду использовать это зеркало и буду с вами разговаривать. К вам поближе, чтобы было видно все какие-то недостатки, венки, и как замаскировывает этот консилер, как он здорово убирает их. Нужно его не очень много, потому что он довольно плотный, вот как вы видите, я буквально чуть-чуть коснулась, он такой жирненький. Ну, такая тема довольно сложная. Ну, может быть, для кого-то простая, у кого вообще нет друзей, кому это совершенно не нужно. Но в основном, если, конечно же, мы не больны аутизмом или агрофобией, то, естественно, нам нужны друзья, ну, хотя бы в каком-то количестве, но хотя бы знакомые, с которыми мы иногда, одного пола с нами, да, не важно, мужской это или женский, все равно люди существа социальные, и нам обязательно нужен кто-то, кто бы понимал нас, слушал нас, ну, так, время от времени. Если такого человека совсем нет, то тогда нужен хотя бы психолог, ну, хоть кто-то. Вот видите, как хорошо венки убирать, прям чистые, такое становится сразу лицо скорректированное. В принципе, если никаких недостатков нет, то достаточные консилеры. Я придерживаюсь идеи, что вечной дружбы не бывает. Вы можете мне возразить, можете привести какие-то примеры, их не так много, и на самом деле, я так думаю, что в основном это будут примеры любви, а не дружбы, любви к противоположному полу, скорее всего. И пришла я к такому выводу где-то в классе, может быть, в седьмом-восьмом, когда, дружив с девочкой с первого или со второго класса, мы вместе дружили, очень-очень я ее любила и прощала все недостатки и все странности, и помогала во всем, и поддерживала, и заботилась о том, чтобы ее лидерство в классе никто не нарушал. Ну, в общем, старалась быть хорошей подругой. Она очень любила быть лидером, любила быть главным, ну, а я спокойно к этому относилась. Перекрывает хорошо красноту, стик, поэтому, вы знаете, да, всегда использую такие, убираю, чтобы не так много потом приходилось консейлером каким-то пользоваться, корректором дополнительно, ну, то есть чуть-чуть корректирую цвет сразу. Но я была тем человеком, который, ну, видимо, подходил ей в тот момент, я никогда не стремилась быть лидером, быть главной, быть в центре внимания. Я нормально себя чувствовала, когда я читала книжку, и ко мне никто не приставал. Все, скорректировали, так немножко красноты убрали, и теперь кушен наносим. Он у меня самодельный, а, к сожалению, крышка отвалилась. Увы, второй раз уже баночку использовать не смогу. Вот, ну, и фрашей был кушен. В седьмом или восьмом сейчас уже не помню классе, но тогда это казалось абсолютной трагедией, что больше уже ее интересуют, ну, там, скажем, какие-то прогрессивные люди, мальчики, и ей нравились уже совсем другие девочки, более смелые, не такие скромные, как я, что, в общем, она мне как бы сообщила, что, наверное, нам не стоит больше вместе общаться, как-то дружить и встречаться каждый день, гулять вместе, что было для меня абсолютной трагедией. Я не могла понять, почему. Но потом, по прошествии какого-то определенного количества времени, я вот сейчас прямо вспоминаю это все, как я плакалась маме, я поняла, что да, действительно, видимо, у нас разошлись интересы. Я с 15 лет уже занималась театральной студией, а ее это совершенно не интересовало. Я не интересовалась как-то особо мальчиками, меня больше интересовало творчество. И тогда мы перестали общаться, перестали дружить, и вначале казалось это жуткой трагедией, потом, естественно, нашлось, нашелся другой человек, который очень захотел со мной дружить, тоже в моем классе. Это была следующая моя лучшая, как я считала, подруга. И потом, по прошествии тоже какого-то времени, этот человек исчез, до такой степени исчез, что я даже теперь не могу достучаться до нее в одноклассниках, и просто не могу никак ее не вызвонить, не через маму найти. И для меня это тоже, знаете, немножко было странно, как-то диковато. То есть каждый раз, когда люди из моей жизни каким-то образом исчезали, то есть мы не ссорились, нет, просто расходились интересы, что вполне естественно. И думаю, что те, кто очень сильно расстраиваются, когда какой-то человек, друг из их жизни исчезает, должны принять это просто, как я приняла когда-то, что да, действительно, с возрастом расходятся интересы, меняются идеалы, меняются стремления, и просто люди, в принципе, когда переезжают, что случилось вот со второй моей подругой, она переехала, потом она работала в Газпроме, ну, в общем, это целая история. У нее совершенно был другой профи. Фиксирую зону Т вот этой пудрой от эльфов. Я с возрастом поняла, что мне вообще не нужно каждодневное общение с какой-то женщиной. То есть мне было достаточно, ну, скажем, раз хотя бы в неделю встретиться где-то в кафе, поговорить, ну, или там в гостях, поначалу, какие там 90-е годы, какие там кафе, да, просто поговорить, например, на какие-то там темы, что-то обсудить. Сохнут губы, буду периодически добавлять какао-масло. То есть каждый день я уже не хотела никого видеть, с утра до вечера созваниваться, висеть на телефоне, вот как это хочется в детстве и в подростковом возрасте. Но, однако, есть люди, которым действительно нужно это общение каждый день. И я подозреваю, почему, почему им нужно вот, почему им нужен вот такой друг, который каждый день, по нескольку часов в день с ним разговаривает по телефону. Возможно, потому что, может быть, я и ошибаюсь, возможно, потому что его жизнь не так сильно ему интересна, либо ему постоянно нужна психологическая поддержка. Такое тоже может быть. Ни хорошо, ни плохо, это вот просто так есть. А вначале прочесываю брови, потом буду заполнять карандашиком и снова прочесывать. От Vivienne Sable, номер 02, у меня такая малышка. Но цвет хороший, не знаю, как он будет передаваться камерой, но его надо совсем немножко, он такой кремовый, потом растушевывается хорошо вот этой вот кисточкой. Вот тогда я оценила те часы, которые я провожу в одиночестве, когда я могу почитать книгу, когда я могу просто выпить кофе с самой собой, посмотреть тот фильм, не который нравится подруге или там моей родственнице, а который нравится мне, который я хочу в данный момент посмотреть. Когда я стала учиться в институте, я поняла, что в общем-то мне и не нужно вот это каждодневное общение. И я не хочу, у меня просто нет сил, у меня уже не шевелится язык к вечеру, рассказывать или там 4 часа слушать и что-то советовать. Мне хотелось, ну раз в неделю, может быть, встретиться. Еле для бровей, для тех, кто не понимает, что я сейчас делаю, потому что банка неудобная, мне приходится вот сюда на кисть вливать. По натуре я человек такой самоотверженный. И если я что-то делаю, то я делаю прям, ну по максимуму, по крайней мере, делала так в юности. И как бы мне казалось, что если не я, то кто же еще поможет этому человеку или еще сходит за него в магазин, или сделает за него уборку, которую он не успевает сделать дома, или напишет за него сочинение, потому что, допустим, он не знает, как начало или вступление. В том стечении времени я поняла, что не все люди бывают за это благодарны. И очень часто люди просто привыкают к тому, что ты все за них делаешь. Даже если человек тебе очень подходит, ты человек добрый, хороший, образованный, но люди так устроены, что они очень быстро привыкают к хорошему. Очень быстро. И очень редко бывают благодарны. Ну вот такие мы натуры. Человеческие, что, к сожалению, чаще всего благодарности в нас мало. Метеориты буду наносить на периферию лица. Чуть-чуть более плотную кисточку кабуки, потому что в мелко набитые кисточки метеориты прям застревают, потом начинают скакать по всей квартире. Очень жалко их, честно говоря, они все-таки не дешевые. Вместе с этим будет пудровый слой, на который хорошо ляжет уже бронзер и румяна, потому что они у меня не кремовые, они у меня будут пудровые. И когда я поняла, что не особо-то, в общем, люди благодарны, по сути своей, просто воспринимают это как данность. И уже когда одна моя знакомая стала мне говорить, а ты не придешь, не помоешь мне полы, я не знаю, как это делается, или там, ты не пропылесосишь, у меня вот этот новый пылесос, и я не знаю, как с ним сладить. Я стала чувствовать себя странно. То есть, я так, ну, в принципе-то, не обучалась специальной какой-то уборке, да, у меня немножко другое образование. Я как-то, ну, раз помогла, там, да, человек не знает, как справиться с пылесосом. То есть, вроде как, мы общаемся много лет, и вроде как, я не могу, что ли, отказаться. То есть, вот я должна, уставшая, бежать после работы, и иметь ребёнка. И тогда даже тем людям хорошим, которые мне нравились, образованным, ну, которые вот такие предложения мне делали, я стала учиться говорить «нет». Вначале в шутку, потом просто, ну, категорически «нет». И, вы знаете, постепенно эти люди стали исчезать из моей жизни. Странно, но факт. То есть, как только я сказала «нет», что я не дам определённую сумму денег больше, не в долг, а просто не подарю больше. Я не буду заниматься уборкой. Как-то люди стали исчезать. То есть, никому не нравится предложение что-то активно сделать со своей жизнью, чтобы прекратить просить, допустим, в долг, или разобраться уже самому с этим пылесосом, чтобы прекратить просить всех своих знакомых прийти и попылесосить. Добавлю скульптора, буквально вот здесь вот сделаю ямочки такие, тень, естественно. Это у меня тени вообще на самом деле, это не скульптор, но вот так вот удачный. Вот Демини, я в принципе все цвета, оттенки вам уже показывала, рассказывала в своём проекте. Всё это из проекта либо «Косметичка месяца», либо использовать по максимуму до конца 2018 года. И все эти средства я стараюсь добить до конца. Тут у меня прям уже выемочка образовалась, что очень радует. Мне казалось, что это вообще совершенно нереально добить эти продукты, но нет, можно. И вы знаете, вначале я как-то не то чтобы обижалась, но у меня было какое-то такое странное состояние, когда я не понимала, как вот так вот люди могут просто исчезать из твоей жизни, как будто, ну вот умерли, но все живы, просто все занимаются своей жизнью. Потом, вы знаете, я поняла, что в принципе не стоит прирастать вот так к человеку и требовать какой-то многолетней верности. Ну, я сейчас о женской дружбе говорю. В принципе, и не все так подходят серьезно, может быть, а может, это и не серьезно, может быть, это нормально к дружбе, да, может быть, это нормально исчезать, и может быть, стоит позавидовать таким людям, которые как только их что-то не устраивает, они просто исчезают из жизни другого человека, и все. Хотя для меня до сих пор, честно говоря, это немножко как-то странно. Понятно, что никто не хочет чувствовать себя каким-то использованным, да, когда ты все время вкладываешь человека, вкладываешь, вкладываешь, и как только ему что-то не нравится, что ты вот что-то сказал, что, знаешь, я больше вкладывать не буду, давай ты сам, этот человек исчезает. Конечно, очень неприятно. Понятно, это понятно каждому, я думаю, но через несколько лет. А вначале действительно просто, ну вот грустно очень становится. Я одному человеку дозвониться сейчас не могу, то есть человек просто не поднимает руку, как только я сказала, собственно, что больше, ну вот я отказываюсь делать что-то за этого человека, отказываюсь зарабатывать за этого человека, и что нужно делать вот это, вот это и вот это, что могу посоветовать что-то, но не делать за. И вот человек просто исчез. Ну, я сейчас ощущаю так, что я простила абсолютно, я поняла, я приняла для себя, я сделала выводы, потому что все люди разные, и понятия дружбы у всех разные, и была ли дружба вообще. Всех все устраивало, всех все веселило, интересы сходились, и как только, скажем, ты что-то меняешь в своей жизни, ну, к примеру, там, выходишь замуж и занимаешься больше мужем и детьми и своей работой, нежели этим человеком, ну, вполне возможно, что это тоже, ну, не то, что обижает, перекрывая все бронзером, естественно, что интересы меняются, и желания такого каждый день уже общаться нет, потому что одно дело пообсуждать вместе, похохотать в кафе, как ты сходил на свидание с каким-то чудным человеком, таких ситуаций тоже было много, и мы нормально к этому относимся, с мужем иногда что-то такое рассказываю, он хохочет даже. Потому что, действительно, меня довольно часто приглашали на свидание, ну, так вот, кофе просто попить, то, что меня на что-то другое пригласить крайне сложно. Вот, я рассказывала в основном, мы хохотались, не общались по этому поводу, что вот какие странные, забавные случаи бывают на свиданиях, кто что рассказывает, кто как пьет, а я не пью, поэтому мне вообще забавно. Но, вы знаете, есть такая категория людей, наверное, вы тоже ее встречали, с которыми и не нужно встречаться каждый день или там, даже раз в месяц. И такой дружбы бывает достаточно, раз в месяц просто переписываться, и все равно вы очень близкие друзья. Да, вы знаете, вот есть такие люди. Лично у меня есть такая подруга, это актриса известная довольно Ирина Максимкина, она работала в театре Моссовета. Сейчас она вместе со своим мужем, Борисом Мельграммом, который руководит Пермским театром, ну, их туда просто пригласили, уехала, и там они живут всей семьей. У них трое детей, и Эвочка уже учится в Амхате, то есть она в Москве, мы с ней переписываемся. Ну, хотя она же не девочка, мне все кажется девочкой. Я ее помню вообще малышкой, когда я ей песенки пела. Вот с Ирочкой у нас ощущение такое, что мы вот раз в 2-3 года встретимся, когда она прилетает сейчас в Москву, да, на какие-то гастроли, и нам достаточно. То есть это настолько близкие, вот такие вот духовные близкие отношения, и нам этого достаточно. Вот она приедет, допустим, переночует, или где-то я с ней встречусь. Вот в последний раз она приезжала со своей младшей дочкой, с Виолеттой, и как-то нам хорошо было. Вот мы полночи проговорили, все друг другу высказали, обнялись, поцеловались, я их уложила, и все, и нам хорошо. И вот сейчас мы каждый день не созваниваемся. И я вижу в новостях, да, что там у них вышла очередная премьера, и всем привет, кто смотрит меня в Перми, чтобы вы знали, мои лучшие подруги. Вот. Если вы ходите в Пермский театр, передайте от меня Иришке привет. Это очень редкое качество у людей. Такое, знаете, родное. То есть вот они настолько не... То есть они настолько интересны, они настолько не отдаляются и не изменяются практически с возрастом. То есть вот остается такой стабильный, понятный для вас характер. И тогда вам легко и просто встречаться раз в несколько лет. И чувствовать себя хорошо. Такая же подруга у меня есть, я вам рассказывала про нее, которая живет в Америке. Вот, получается, две подруги, с которыми я встречаюсь раз в год или там раз в пять лет. Ну, в зависимости от того, как они приезжают в Москву. Да? И мне этого достаточно. Я не могу сказать, что мне не хочется прям иногда с кем-то поговорить. Но сейчас у меня есть вы, ребята, и я могу поговорить с вами. До этого, да, действительно, иногда были какие-то такие дни, когда мне хотелось с кем-то из женского пола пообщаться. И я понимала, что нужно найти такого человека, который будет тебя слушать. А таких в моей жизни было, ну, может быть, один человек. Два. Все. Фактически вот эти вот девочки, с которыми я дружу сейчас, ну, как девочки, женщины, да. Одна из них актриса, вторая вот музыкант, Анечка, которая живет в Америке. И все. И больше таких людей не было. В остальном слушала всегда я. 35-й оттенок. Бронз буду наносить на все подвижное веко и аккуратненько так вбивающими движениями растушевывать потомки с кисточкой в складочку. Вот прям насыщенные они такие. Я как-то побаиваюсь их. Я смотрю на девочках, даже на многих блондинках. Хорошо они как-то выглядят, но не знаю. Давайте попробуем, как на мне. Да вроде не так страшно. Плоская растушевочная кисточка. Она мягкая, но плоская. Буду в складочку немножечко поровнее разносить их. И я знаю, что многие действительно с утра и до ночи висят на телефоне и разговаривают, и без конца все знают друг о друге. И подробности рассказывают, и семейной жизни рассказывают. Но вот на мой взгляд, это лишнее. Это на мой взгляд. Все люди разные. Рассказывать все в подробностях, выносить все из своей семьи и говорить кому-то, это, конечно, чревато. Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует...